Добрый день! В эфире программа «Панорама». У нас в гостях главный астролог нашей страны, человек, который видит прошлое, настоящее и будущее – Павел Глоба. Павел Глоба. Астролог. Президент Ассоциации авистийской астрологии в России и Беларуси. Ректор Астрологического института Павла Глоба. Автор книг «Неподвижные звезды», «Популярная астрология», «Краткая предсказательная астрология» и многих других. Здравствуйте, Павел Павлович! Спасибо огромное, что вы согласились дать интервью нашей программе. И первый вопрос, он основополагающий. Вы в одном из интервью назвали астрологию наукой о взаимосвязи космоса, природы и человека. Ну, в общем, да, наверное, так и есть. Это всё-таки наука? Это всё-таки наука, хотя это древняя наука, поэтому она базируется на других нескольких принципах. Научная парадигма нынешней науки, она сформировалась достаточно поздно, где-то в 17-18 веке. И был достаточно длительный спор между двумя виднейшими её представителями. Это ещё в начале 18 века между Ньютоном и Ляйбницем. По поводу, как сформировать парадигму, что вставить в основу науки. Либо эксперимент, как это делать сейчас, либо Ляйбниц предполагался совершенно другой подход. Это, в общем, совершенствовать самый высший инструментарий, то есть сам человеческий разум, способность его к познаванию. То есть, вот два подхода были. Победил сейчас экспериментальный подход. То есть, за это сформировалась нынешняя парадигма науки. Астрология стояла, в общем, ближе к позиции Ляйбниц, который, кстати говоря, сам, в общем-то, увлекать, если не был астрологом, то, по крайней мере, астрологию он включил в раздел тех наук, которые следует серьёзно заниматься. Кстати говоря, как и Ньютон. Несмотря на то, что он стоял на позициях, по сути, являлся основоположником современного научного метода, тем не менее, он занимался даже составлением гороскопов до конца своей жизни, 84-летней. Так что, астрология – это наука древняя, я считаю её действительно наукой. Хотя, разумеется, её принципы всё-таки несколько отличаются от современных научных принципов. В астрологии, тоже я узнал из ваших интервью, что важны не сами планеты, не влияние звёзд, а всё-таки соотношения между собой. Нет, это вообще наука о циклах. И в данном случае планеты просто воспринимаются как некие такие носители этих циклов. У него есть определённые математические циклы, у Луны, у Венеры, у Меркурии и так далее, у всех планет окружающих нас. И принято за основу, что всё в мире взаимосвязано. Такой принцип, который впоследствии был выражен даже философией одним таким... Он стал премьер-министром Южной Африки, Ян Смутс такой. Который был выражен как принцип холизма. Холи – это единство. То есть, во всем мире существует некое единство всех циклов. Астрологи взяли за основу просто космические циклы. Почему? Потому что их легче всего вычислить заранее. Хотя, то же самое, такие же циклы существуют и в природе, и в человеке. Вот, пожалуйста, в женском организме существует такой же цикл, как, допустим, цикл движения Луны вокруг Земли. Ну, то есть, у любой женщины спросить её, женский цикл приблизительно совпадает с лунным месяцем. И то же самое в разных других, не столь очевидно, как, допустим, в женском организме. Но, в общем-то, они так же существуют. И астрология именно этим занимается. Она занимается выявлением этих циклов, сопоставлением их и прогнозом, который астрологи делают на основе этих циклов. Вот что такое астрология, по сути. То есть, это весьма прагматическая система знаний. Вы переводили и Настрадамуса. Я не переводил. Я немножко переводил для себя Настрадамуса. Переводили и Настрадамуса неблагодарная была работа. Я просто один из первых, кто, в общем, познакомился с его трудами, ещё в Ленинской библиотеке. У нас, кстати, в Ленинской библиотеке есть уникальная книга. Это прижизненное издание вот этих вот пророчеств Настрадамуса в 16 веке. В 1557 году ещё была издана книга. И маленькая книжечка, я её держал в руках. Музей книги там есть в Ленинской библиотеке. И это совершенно уникальное. Когда я там прочитал, как сейчас говорят, в Испании будет Франко, что империя зла на Востоке продержится не более 73 лет и 7 месяцев. Мне, конечно, потрясло, потому что это не новодел какой-то. Это действительно книга 16 века. И в 16 веке человек это мог написать. Вот и действительно 73 года и 7 месяцев продержался. Там написано, что революция вспыхнет в октябре, когда будет самой грозной из всех, которые когда-либо были. Это правда. Поколение за поколением переводили и толковали его. Из-за сложности оригинального текста учёные редко обращаются к нему. Нострадамус писал так, что многое оставалось недосказанным. Каждый человек может интерпретировать Нострадамуса по своему усмотрению. Этот образ Нострадамуса прошёл сквозь века. Провидец, который читает будущее, всматриваясь в воду. Вот как он описал свою работу при помощи собственной формы Катрена. Сидя ночью в одиночестве за моей секретной работой, облокотившись о латунную спинку стула, отблеск пламени заставляет отказаться от всего показанного. В страхе и трепете я пишу, сознавая, что божественный дух рядом. Нострадамус был не только предсказателем. Он был уважаемым учёным. На мой взгляд, наиболее достоверная версия того, кем был Нострадамус в обычной жизни, звучит так. Он был врачом, астрологом, хорошо образованным человеком. Он начал писать труд, который мог писать любой человек с его знаниями. Сейчас существует множество разных школ астрологии. Под влиянием вас Россия склоняется к зероастрийской школе полностью, потому что есть признанный астролог российский, это Павел Павлович Глоба, и мы склоняемся к зероастрийской школе. Что другие школы астрологии? Они основаны на каких-то неправильных факторах. Нет, ничего подобного. Почему неправильно? Я с большим уважением отношусь к другим системам. Я знаю, есть Академия астрологии. Мой старый друг Михаил Борисович Левин, мы с ним 30 лет дружим. Он стоит на совершенно других основах. Это традиция сводится изначально к учению Птолемея и более средневековой астрологии. В общем, современные меты здесь у него существуют, признанные на Западе. Но для меня лично это было не то, что чуждо. Просто я учился с самого начала другим совершенно методикам. Я обучал мой дедушка, потом еще другие люди, которые... Поэтому для меня лично это было, в общем, хотя и приемлемо, я понимаю, как он строит, но у меня была своя школа. Я прочел, еще отвлекаюсь немножко от темы, что тоже для меня было открытие, что знаки зодиака и зодиакальные созвездия – совершенно разные вещи. Знаки зодиака – это условное разделение того круга, который проходит Солнце, планеты. Вот, кстати, в одной полосе они вокруг Земли находятся. Называемый как эклиптика или зодиак. Они, в общем, условно разделены, вот этот вот зодиакальный круг, на 12 равных. А зодиакальные созвездия – разные вещи. Они разной величины, разное количество звезд. Одни яркие, другие нет. В созвездии Льва очень много ярких звезд зодиакальных. А вот созвездия Рака очень бедные, например. Но основываются на зодиакальных созвездиях? Основываются, как принцип, зодиакальные созвездия. Но они сместились, во-первых, уже. Сейчас больше, чем на целое созвездие сместилось относительно времен года. Поэтому, если правильно говорить, то Солнце вступило в знак Овна, а на самом деле вступило в знак Рыб, или даже сейчас Водолея. Есть понятие прецессия, смещение. А серов на 11 относительно зодиакальных знаков. Поэтому, ну, это очень большие циклы. Смещение на один знак происходит раз в 2000 лет. Поэтому для больших циклов исторических это применимо. А для жизни одного человека, ну, что такое? Мы же не живем, но это ищи лет. А здесь основа – это время. Время определяет… Время является основным задающим ваш ритм судьбы, ваш цикл. Первая точка включения – это момент рождения любого человека. Ну, зачатие тоже, кстати говоря. Зачатие, кстати, гораздо труднее определить, но тоже, в общем, возможно. Есть методики, которые это определяют. Сейчас гораздо лучше, если есть экстракорпоральное благотворение. Так можно совершенно точно сказать, когда это произошло, момент зачатия. Если это невозможно, то вот момент слияния яйцеклетки с эмбоматозоидом является моментом зачатия, образования гаметы. И вот он вычисляется, но это тоже можно сказать. Для этого нужны данные родителей, для этого нужно точное время вашего рождения. И сколько времени прошло приблизительно, на каком месте вы родились, недоношные или переношные. Исходя из этого, можно вычислить даже момент зачатия. Здесь путь понятен. А когда гороскоп касается такого самого нежного предмета любви, что вот тебе подходит, ты близнец, тебе подходит овен. Нет такого нету, нету такого, нету такого. Дело в том, что почему говорят, близнецы, подходит овен и так далее. Исходит из его психологических данных. У каждого же гороскопа есть определенный набор психологических характеристик. Исходя из этого, говорят, да, лучше всего, конечно, для жизни. Чтобы человек был к тебе близок. Чтобы он где-то совпадал с тобой по своим каким-то психологическим параметрам, показателям. Но путь нахождения любви астрология может дать. Путь, да. И плюс, как себя подготовить, как быть достойным ее. Естественно, может быть достойным, может нет. Если быть недостойным, то она быстро уходит. Поэтому и говорят, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Понимаете? А как религия, как христианство относится? На протяжении двух тысяч лет отношение было совершенно разным. Потому что некоторые отцы церкви, даже святые, это, конечно, яростно отрицали. А другие отцы церкви, наоборот, считали, что этим надо заниматься. То есть, другими словами, изначально христианство не относилось никак. То есть, этого просто не было в христианстве. То есть, предвидение судьбы – это не грех? Нет, предвидение судьбы – это с точки зрения христианства грех. Но ведь астрология не занимается предвидением судьбы. Тогда с этой точки зрения грех и медицина. С этой точки зрения грех и психология. Понимаете? Такой же грех. Да. Астрология не занимается никогда, не должна заниматься предвидением судьбы. Она должна заниматься совершенствованием своего места в этом мире. И показывать, что может быть, различные варианты. И как лучше к этому варианту прийти, вот и все. То же самое, что психология, футурология, которая тоже является наукой. Наука о будущем. То есть, как формировать это будущее? Один, это индивидуальная футурология. Футурология для самого себя. Почему я не могу сделать свою собственную футурологию? Почему? Почему я не могу, допустим, организовать, допустим, счастливое будущее в одной отдельно взятой квартире? Моей собственной. Могу. Почему я не могу сделать для себя, для своих близких? Могу. Вот это астрология и позволяет этим заниматься. Почему? Это не является тем же самым путем к Богу. Почему? Да и лучшим. И поэтому многие другие отцы церкви, в том числе и в православии, наоборот, к астрологии относились к чрезвычайным почтениям. В свое время мне пришлось беседовать и даже спорить, очень серьезно спорить с одним из крупнейших православных богословов, ныне покойным отцом Александром Владимировичем Менем. Я с ним был знаком, и, в общем-то, он сначала, поначалу, он был яростным отрицателем астрологии. Говорит, вот, астрология, что это такое, в общем-то, когда мы с ним беседовали, было несколько лет, я с ним встречался. В конце концов, его мнение начало меняться. Он действительно понял, и даже в книгах об этом написал, что к астрологии в христианстве изначально нет никакой оценки. Поэтому это выбор человека самого, выбор любой науки. Вот так же нет отношения христианские, допустим, к физике, к химии, к математике. Ну, нет. Но это не значит, что нельзя этим заниматься. Это только некоторые ортодоксальные мусульмане, и то, в каких-то старых более времен, говорили, что если что не написано в Коране, то, безусловно, должно быть уничтожено. Понимаете? Вот только так, да. И все, что написано в Коране, чем люди занимаются, тоже должно быть уничтожено, потому что если это есть в Коране, зачем этим заниматься? Вот такая вот ортодоксальная позиция у некоторых тоже, деятели церкви есть. Но, тем не менее, Александр Владимирович даже написал, и меня упомянул в одной из последних книг «Магия, оккультизм, христианство». Да, и сказал, что вот лекция глобы, совершенно правильно написано, что если астрология не претендует на, значит, занять самой религию, не мешая человеку заниматься, идти к Богу, то она совершенно нормальная наука пускай занимается. Но как только идет подмена понятий, как только астролог претендует на то, что он знает судьбу, что он знает будущее, что он, значит, человека программирует, все, христианство должно абсолютно четко, неоднозначно отвечать, что это ересь, что это не имеет права до существования. Сейчас новые технологии. Если раньше, когда показывали астрологов, обложенные таблицами, сейчас появился компьютер. Ну, разумеется, конечно. Это все-таки дает астрологию как науку для всех компьютеров? Ну, разумеется, конечно. Это очень хорошо. Я, например, вы знаете, как вот я рад тому, что есть вот эти персональные программы, что сейчас, например, я открываю компьютер, и я буквально за минуту делаю гороскоп. Представляете, это заре туманной юности. Мне приходилось сутки тратить, чтобы только вычисления делать, таблицы какие-то. Это было ужасно. Я представляю, как в средние века, когда у астрологов только астролями была, какие-то предметы, квадранты, какие-то жуткие совершенно ему усилия, чтобы только вот эти планеты выстроить на небе. Я прочел о том, что заре туманной юности уже было связано с астрологией и с дикими трениями, с советским законодательством. С советским законодательством у меня не было никаких трений, потому что с точки зрения советского законодательства астрологии просто не было. Поэтому меня как бы не существовало. Я, в общем, занимался, нормально совершенно работал в одном из архивов московских. В общем, свою карьеру я мыслил как историк. Одно время, это был 84-й год, меня наумили выступить в Ленинградском доме ученых по линии общества знания с лекцией на тему как раз моего хобби, которое было астрологией. Называлась эта лекция впервые, кстати, за все время советской власти. Астрология, суеверие или наука? В результате этого полетело все руководство дома ученых, а мне пришлось через несколько месяцев отправиться в Лефортовскую тюрьму и познакомиться с ее достопримечательностями на некоторое время. То есть, до вас упоминаний Анострадамуса? Вообще не было, вот чего. Он был где-то там, Анострадамусик, там какой-то Берзин написал статью в журнале, по-моему, это «Наука религии» или «Техник молодежи», о том, что был такой пророк, что там он что-то там писал. Это было за несколько лет до этого, 79-й, по-моему, год, но ничего о том, что какие его предсказания были, ничего не было вообще. Вы что? Анострадамус – самый известный предсказатель в истории. Он предсказал четыре мировой войны, смертоносные болезни и изменения в климате. Некоторые полагают, что он предвидел все крупные события в современной истории. И многие из его предсказаний еще сбудутся. Мишель Анастрадамус писал свои предсказания пять столетий назад. Я знаю, что вы занимаетесь астропортретами. Была программа на ТНТ, где каждый день практически это шел, да, писание на основе гороскопа знаменитых людей, как вот они были, их необычные обстоятельства в жизни, да, естественно. То есть по дате рождения? По дате, ну, время там рождения, да, под такой некий такой портрет, это образ его жизни, соответствовал он или не соответствовал, что у него было, какое противоречие в его судьбе было, в чем он воплотил характеристики типичного там Козерога, Тельца или Скорпиона, и вот, допустим, обстоятельства его гороскопа подтверждались такими-то обстоятельствами его жизни. Да, это целая такая, ну, по целому направлению. Он абсолютно не подчинялся каким-то установкам, особенно таким вот законодательным, он рвался из этого государства в разные, это водолейские черты, реально. Он себя воплотил в жизни как типичный представитель этого зодиакального знака, это точно правда. Есть целая программа, там несколько раз карты его гороскопа, я к нему подвожу, и вот какие необычные случаи. Я писал даже, если я говорю о Высоцком, и свою с ним встречу, как он мне не поверил, что у него, допустим, даже на руке обрывалась линия жизни, и я ему говорю, что вот вам в течение года ни в коем случае нельзя заниматься активно, быть на публике, потому что ваша жизнь может прерваться, вам нужно обязательно отдохнуть, куда-то уехать, потому что вы просто можете надорваться и не выдержать. Это был конец 79-го года. Вот, ну, куда я уеду? Я говорю, ну, в деревню куда-нибудь вообще вот так. Ну, мне сколько было, я пацан был тогда, в это время еще совсем мало лет было, вот, и, конечно, естественно, он меня не воспринимал как авторитет, и никуда он не уехал, и, естественно, помер. Один из самых ярчайших всплесков в жизни, в культурной, в общественной, в России, пришелся на 65-й, 68-й, 69-й год, вот это то, что называется оттепель. Тоже связано как-то с астрологией? Ну, вы знаете, я так думаю, что, наверное, все-таки, ну, астрология, конечно, как причина, наверное, была все-таки действительно здесь, после соединения Юпитера с Сатурном, вот, 60-го года. Но, наверное, все-таки вот по поводу, там, измерения этих самых талантливых людей, они рождаются всегда, только в другие, в одни времена их просто давят и не дают им возможности развиваться, а в другие просто создается режим благоприятствования, и они могут себя проявить. А так, в общем, процент их всегда одинаковый. Говорят, вот когда-то не рождаются. Не рождаются, просто они не доживают до какого-то времени, и просто не дают возможности как-то проявиться. А в другой эпоху, эпоху Возрождения, те же самые, просто они востребованы, востребованы и не востребованы. Вот у нас сейчас, вот, очень скоро, должна быть именно такая же эпоха. Новое Возрождение, да. Это где-то вот должно быть, где-то вот, десятые годы, мы на пороге этого времени, когда люди, которые рождены в 80-е годы, достигнут где-то не просто половой, а уже реальной творческой зрелости. Половой они уже достигли. Вот это периоды, рожденные в период Парада Планет. Это был период Парада Планет с 82-го по 94-й год. Вот они вот где-то сейчас, в очень ближайшее время, должны вот этот творческий пик проявить, начало творческого пика. И тогда, вот, конечно, будет эпоха Нового Возрождения. Мы живем в едином союзном государстве, которое сейчас переживает сложные моменты. Да, мы номинально живем номинально. Что ждет союз России, Белоруссии? Союз России, Белоруссии и Украины. Тот же Василий Немчин писал, что он неизбежен. Что три ветви единого древа славянского в данном случае должны соединиться. Медленно, но все-таки они должны дать единое древо, единое дерево. Так что и Россия, и Белоруссия, и Украина сейчас, слава богу, возвращается, опоминается после периода оранжевых революций обратно. Но это будет медленный, довольно тяжелый процесс. Я так думаю, что все-таки со временем развала Союза должно пройти 30 лет. 30 лет я беру как цикл Сатурна. Плоцент связанный с кристаллизацией, половина связанный к возвращению к истокам. И вот 30 лет пройдет к 2021 году. Как-то еще половину цикла, больше половины цикла мы прошли, но еще осталось, в общем, треть его до конца доплыть. Тогда уже реальный этот союз должен быть. Что нас ждет в ближайшем году? 2011 год, как строить жизнь на 2011 год? По традиции, это вот по арийскому календарю, по древнеарийскому, это год Сороки считается. Поэтому вот некая востребованность в таких вот знаниях, в контактах, как у Сороки, которая постоянно везде летает, хватает любое, все, что плохо лежит. Поэтому в худшем случае, конечно, так, в общем, в этом году будет множество сделано черного пиара. Вот уже будут востребованы люди активные, живые, общительные. Видимо, журналистика будет действительно пятой властью. Многие даже из журналистика будут выдвигаться чуть ли не в политику. Кроме этого всего, с точки зрения экономики, там это будет год достаточно все-таки больше мирным, чем... То есть будет много шума из ничего. Буря в стакане воды. А таких вот по реальности, конечно, это будет выступать 2012, 2013, 2014 года. Мне сейчас сказали главное, чем успокоить, что все-таки 2013-2014 год будет. На 2012 году все не остановится. Нет, конечно, да. И 15-й, и 20-й. У Настрадамуса вообще его конечная дата, на которых он довел свое пророчество, это 3797 год. Поэтому хватит... 2012 на чем основа? Календарь Майя всего-навсего. А скорее даже не календарь Майя, а некий американец мексиканского происхождения Хосе Аргуэллис, который написал книгу «Фактор Майя». И вот он там протрактовал таким образом этот календарь. На самом деле ни один календарь нет, ни в новодом календаре нет конечной даты. А вот у Хосе Аргуэллиса она есть. Вы знаете, благодаря этой книге очень многие люди были напуганы, напуганы сейчас. Но в самих текстах этого нету никакого. Это все равно, что искать в православном календаре дату конца света, в циклах Пасхали и в Индикте. Там этого нету. Но на каких-то основаниях какие-то спекулянты могли это делать, перерывая какими-то числами. То же самое сделал этот самый товарищ, вернее, господин Хосе Аргуэллис, который по сценарию, в котором многие были, сделаны фильмы в Голливуде, он обогатился, естественно. Но, в общем, напугал людей. Я думаю, переживем мы 12, 13, 14 год. Будет тяжело. Это, конечно, будет для России. Это будет тяжелое время. А вот для мира, для России, то да, я это точно знаю, что с 12 по 14 год это будет время тяжелое. Ну, для кого? Для представителей власти только. До свидания. Спасибо. С вами была программа «Панорама». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова